Всем привет, друзья! Это студия Хорошего настроения. Сегодня 7 июля, четверг. И в этот день в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора с современностью. Луча на повороте, Плазида, Доминго и Хосе Каррерас. Концерт был, кстати, благотворительной акцией, а запись выступления певцов разошлась рекордным тиражом в истории классической музыки. Возможно, сейчас и студия Хорошего настроения заполнится лучшими оперными голосами, только уже наверняка нашей страны. И не только наши, между прочим. Эти голоса звучат повсюду. Вполне возможно, наши сегодняшние гости тоже нам устроят какой-нибудь перформанс. По крайней мере, постараемся сделать все для этого. Итак, встречайте. Баритон, заслуженный артист Республики Беларусь, обладатель медали Франциска Скорина, солист Национального академического Большого театра оперы Республики Беларусь, Владимир Угромов. Владимир, доброе утро. Доброе утро. А также тенор, солист Национального академического Большого театра оперы Республики Беларусь, лауреат международных конкурсов Юрий Городецкий. Юрий, доброе утро и вам. Здравствуйте. Добрый день. А вот слабо сейчас повторить номер повороте, да, Винка и Карерас? Ребятам голоса спят. Я понимаю, что у вас... А, а у меня есть третий. Третий будешь? Я всегда буду третий. Смотрев, что с утра же нельзя. Ну почему же? Я понимаю, что артистам нельзя, у них голос еще не распят. Но тем не менее есть. Вот если, например, артистов оперы попросить экспромтом что-то спеть, вы знаете, как эстрадный артист всегда готов, он сразу начинает... Это тоже под фонограммой. Не обязательно в компании просто свои любимые песни сейчас спою и так далее. Вот оперных артистов можно об этом попросить? Не знаю, если в 7 утра просить спеть что-нибудь любимое, мы можем как-то... Баю-баю, ваше они отозначения. Подожди, у него же это будет какая-то распевочка на «м» для того, чтобы разбудить хотя бы голос. Буди-не-буди по утрам все время. Ну и, как говорят, есть жаворонки, есть совы. Ну вот я замечаю по своим коллегам, что у нас жаворонки – это в основном высокие женские голоса. Колоратурные. Да, колоратурные сопрано, они, как правило, такие жаворонки. А все остальные, особенно тяжелая артиллерия, там басы, баритоны... Только после завтрака. Да, чем попозже. Ну, желательно, чтобы завтрак был в районе трех часов дня, и вот после завтрака уже можно... Что-то же подложить, да, какую-то основу, чтобы голос звучал и так далее. Гречки сияли. А, между прочим, это немаловажно. Вот есть такое, да, ведь многие, не секрет, что раньше, допустим, ну, больше про женщин, хотя про мужчин тоже, оперные артисты воспринимались как, ну, скажем, такие более масштабные, вот, по фигуре, да, более... А сейчас полным-полно очень стройных оперных артистов, нет, просто говорили раньше, что голос от этого зависит. Мне кажется, это достаточно такой расхожий стереотип, потому что, ну, естественно, если ты анорексичный, то сил не будет, в принципе. Ну, человек тоже, если он, допустим, большой, там, весит килограмм 160-180, заставь его там пробежаться или что-то быстренько сделать, это большой вес, это тоже не показатель выносливости, сил, то же самое и пение, это же тоже все-таки, это достаточно силовой вид спорта. Да, ну, это тяжело, но это, вот, допустим, для сравнения попросить человека, ну, ты покричи вот так, вот, выйди в лес, покричи полчасика, и посмотрим, что от тебя останется. Это же не только голос, да, диаграмма, внутренний, но работает весь организм, это достаточно сложно. И если у человека лишний вес, ну, с лишним весом пройтись там по лестнице, это большая тяжелая нагрузка. Работать в опере тоже достаточно нелегко. Потому что колени болят. И если, в принципе, если ты в нормальной форме, то тебе, в принципе, удобно работать, сил хватает, не только тягать свой организм, но и еще что-то изображать на сцене. Вот видите, как петелька, крючочек, да, как все одно из двух. Да, 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 ложечка в ложечку. Ну, давайте вернемся все-таки не совсем же к кухне, да, а к творчеству, которым вы балуете всех своих поклонников, всех любителей музыки. Действительно, не только время 7 июля, тогда, в 90-м, звучали голоса лучших оперных певцов мира, не только в нашей студии, сегодня в Минске. Этим вечером ваши голоса, да, а также голоса других солистов нашей прогремят на одной концертной сцене в новом проекте президентского оркестра Республики Беларусь. Я правильно говорю, да? В общем, это опера модерн, да? Да. А что такое опера модерна? Ну, насколько я понимаю, тут у нас, ну, мы же репетируем, слышим, как это все звучит. Это такой небольшой взгляд на эти произведения, ну, скажем так, с высоты сегодняшних дней. И с нашего понимания, как это все звучит, другие инструментовки чуть-чуть, не классические, то есть что-то там добавленное где-то там, ритмсекция, там, электрогитары с этими джжжжжжж, такими звуками. Но хоть в попсу это не превратится? Нет, в попсу это превратиться, я думаю, не может, потому что все-таки корни хорошие в классической музыке. А оперы прозвучат у вас все те же, я так понимаю, зарекомендовавшие себя, да? Да, оперные номера. Какой репертуарчик у вас? Очень черные. Это, допустим, застольные из травиаты, куплеты Мефистофеля, Ария Мистер Икс, тост Орловского, куплеты Тореадора. Я смотрю, у вас то застольные, то тосты. У вас очень хороший репертуар. Потому что дело к вечеру, можно поднять и тост. Программа потом о свадьбе на корпоративе. Да, практически. Ну и в каком смысле это такая кода красивая, завершение театрального сезона, можно назвать это, да? Да. Как-то вы с таким классом? У меня, во всяком случае, да, это вот такая вот уже, то есть не то, что планка, но это вот какой-то такой рубеж, что вот все, седьмое число, и дальше я связки закрываю. И смокингов плавки. Да, действительно, и на море. Ну вот действительно, сейчас смотришь афишу, и написано, спектакля нет, да? То есть закончился театральный сезон. Это же не значит, что артисты на два месяца в отпуска, да, поедут на вернее этажей? В принципе, театр закончился, и мы 29-го ушли в отпуск. А что касается гастролей, ну как же, и знаменитая гастроли про новотеатры, которым заведуют все другие театры. Не знаю, может у кого-то там, насколько я знаю, общих театральных пока нету, там намечается в августе поездка в Эстонию. Насколько нам известно, Евгений Онегин отправится, да, на фестиваль в Эстонию? Да, должен отправиться. И говорят, играть вы будете там его исполнять, где-то на... Я имею в виду, будет представление даваться в каких-то, при каких-то особых декорациях, чуть ли не прям вот, по крайней мере, у нас... Может быть, просветите вы на руинах загадочного пиратского монастыря. Я туда поеду, конечно, но я ничего об этом не знаю. Вообще, люблю не узнавать ничего. Такой будет сюрприз. Лучше неожиданная радость, чем горесть разочарала, Анида. У Юрия, по-моему, вообще лето очень жаркое получается, да? Жаркое. По прогнозам синоптиков оперных, вы собираетесь отправиться на некий проект. Ха, так это еще будет не скоро. Ну, когда не скоро? Это будет осенью, это будет в конце сентября, даже скажу, это будет в октябре. Ах, вот так вот. То есть летом вы готовиться не будете? Летом я готовиться не буду. Буду отдыхать, как и все. А мы-то думали, что оперные артисты, они, понимаете ли, не покладая связок голоса. Нет, а как раз-таки отдыхать, это самая сложная задача для певцов. Это правда. Держать себя в форме, это в первую очередь не перерабатывать. Ну, хотя бы нам в двух словах расскажите об этом проекте. Большая опера, да. На котором, кстати, наш белорус Илья Сильчуков в прошлом сезоне занял третье место. Да, я так понял для себя об этом проекте, что в нем главное участие, и не победа, и я безумно счастлив, что туда попал совершенно неожиданно для себя. Проект замечательный. Он объединяет все оперные театры постсоветского пространства, потому что я знаю, что ребята получили солисты именно из грузинской, азербайджанской, украинской. В общем, там соберется такая компания очень интересная. Представители национальных школ, как они хотели бы. Не секрет, что мы все будем, безусловно, Юрий, за вас болеть, потому что нравится нам, когда наши люди действительно достигают любых результатов, даже просто присутствуют на каких-то таких интересных проектах. Ну, а что касается летнего отдыха, опять-таки, не заблуждение, наверное, правило, то, что артисты должны отдыхать, в первую очередь, голосом. Это значит, что вы закрываете свои энергетические голосовые каналы на весь месяц. Ну, в принципе, оно-то хорошо, и да, я так мечтал вообще. Не брать ноты с собой на пляже, но эта чаша не прошла мимо меня. Придется лежать на пляже с клавиром и учить, доучивать новый текст. Потому что открывается театр у нас, открывается сезон премьеры оперы «Свадьба Фигера» Моцарта, но там другая редакция языковая, то есть другой русский текст. И вот с этим большая загвоздка, потому что переучивать с одного русского текста на другой русский текст очень сложно. Тогда сложнее, чем... Мне было проще переучить, я пел долгие годы на русском языке, потом мне нужно было на итальянском, то есть это проще. А вот с русского на другой русский, это так. Ты же забиваешь память совершенно одной. Да, тем более, когда ты 20 лет уже знаешь вот это вот. Можно сбиться просто по тексту. А что это для новой редакции? Это новый перевод получается? Ну, их, в принципе, несколько этих вариантов перевода. То есть у нас был перевод Чайковского, сейчас взят за основу перевод Павловой, но там он чуть-чуть трансформированный. Но вот и тем не менее, ну, что имеем, то имеем, то есть нужно переучивать. Все течет, все меняется, да? И это тоже. Чего еще ждать театралам в будущем сезоне? Я думаю, что нужно ждать, и я уверен, что так и будет, что будут новые хорошие постановки, что будут какие-то новые интересные концерты, спектакли, гастролеры и хорошие положительные эмоции. Заметно, что мы что-то знаем, но вам не рассказывать. Да, и вы знаете, это очень привлекает. Поэтому будет вам пригласить вас еще раз. Может быть, нам как-то получится выпадать у вас больше интересной информации. Спасибо большое, что нашли время, заглянули, тем более накануне такого ответственного концерта. Я напомню, что нашими гостями сегодня были солисты Национального академического Большого театра оперы Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь, обладатель медали Франциска Скорина Владимир Громов и лауреат международных конкурсов Юрий Городецкий. Мы с вами прощаемся. Заходите к нам еще. Ну, а пока мы провожаем гостей. Вашему вниманию выпуск новостей 24 часа.